Жители частного сектора в поселке Ленинский жалуются на постоянные порывы труб на улице механизаторов. Как рассказывают люди, с наступлением этого года ситуация накалилась до предела. За два месяца только на одном из участков порыв трубы был шесть раз. Лоптания идут. Мне кажется, они столько денег в это внесли, прежде чем просто надо было поменять трубу. Но бесполезно. В результате сидим без воды. Это что-то жуткое. После того, как воду дают, вода идет. Ну, я не могу сказать, это какое-то месиво. Чтобы решить проблему с грязной водой после частых порывов в коммуникации, жители устанавливают фильтры в дома. Меняют их по два-три раза в месяц. Как уверяют люди, нередко подается вода с пониженным давлением. Причина, я думаю, в том, что водоканал не выдает нужное давление или в этих разрывах, которые, ну, естественно, оно падает из-за разрыва. Они понижают давление, чтобы, видимо, им не рвало трубы. Жители поселка не остаются в стороне и своими силами решают проблемы с подземными коммуникациями. Мы сами деньги вкладывали, сами покупали трубу. Мы не просили ни горводоканал, никого. Мы сами своими силами протягивали водопровод, подключали к своему дому, чтобы у нас была нормальная вода. У нас здесь не рвет трубу. Ни у кого не рвет, потому что все ложили трубу нормальную, пластиковую. Тротуар, который был построен в прошлом году по программе «Народный бюджет», сейчас в полуразрушенном состоянии. Чтобы разъяснить ситуацию, мы переговорили с сотрудниками Тула Горводоканал по телефону. Работы по улице механизаторов запланированы, уже ведутся. Идет перекладка ветхого участка сети общей протяженности километров 200 метров. Работы будут закончены к 1 апреля 2019 года. Работы по благоустройству будут выполнены до 1 мая 2019 года за счет сил и средств нашего предприятия. Напомним, что на совещании по обеспечению бесперебойного водоснабжения в Туле губернатор Алексей Дюмин поручил чиновникам разработать план, предусматривающий замену сетей с наибольшей аварийностью. Ольга Чегинцева, Игорь Щепотев, Новости Тулы.